Казалось, все этим туманным утром обещала хорошую рыбалку. 2 сентября в Баранку запустили без малого тонну крупного карпа, доставленного спецрейсом из Курска. Стояла самая, что ни на есть клевая погода. Тихая, пасмурная и достаточно теплая. А вот клева-то как раз и не было. 132 участника соревнований нечасто хватались за удочки, дождавшись редкой поклевки. Впрочем, вскоре распогодилось и дело пошло веселее. Номинации сегодня 4, плюс специальные 4 номинации среди женщин, среди мужчин, среди девочек до 12 лет, среди мальчиков до 12 лет. И специальные призы для самого младшего, самого возрастного участника, а также для семьи рыболовов. Призы нам помогли и предоставили наши партнеры, компания «Волжанка». Они традиционно поддерживают наши соревнования. В итоге карп за время соревнований был выловлен всего один. Очевидно, в те три дня, что прошли с момента зарыбления, местные спортсмены слишком усердно тренировались и успели выудить почти всех новоселов. А может, просто не пришла в это туманное утро на берег Баранки рыбацкая удача? Победители определяли по весу пойманного и числу хвостов. Среди юных рыбаков впереди оказались Андрей Сергеев и Лиза Сорокина, у женщин – Наталья Коробова, а у мужчин – Александр Нелюсов, тот самый счастливчик, что поймал единственного карпа. Итоги чемпионата философски подвел мэр города Александр Гусев, который, как известно, сам заядлый рыбак. Рыба клюет всегда вчера и завтра. Вот как ни говорить, а 130 человек, которые сегодня были, они на себе это ощутили. На самом деле она и позавчера ловилась, и вчера ловилась, и, наверное, завтра тоже будет ловиться. Я каждому рыбаку и участнику желаю, чтобы вы приходили на наши соревнования, на городские. Поздравляю с Днем Рыбака. Удачи вам, хвостов и хороших килограммов рыбы, пойманных на этом пруду и на других водоемах. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».